Водоканал 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 Во-вторых, данный объект Включен распоряжением правительства Республики В 100 социально значимых объектов К столетию образования Нашей Республики Поэтому после посвящения Егора Анасевича летом Прошлого года Была Активизирована работа По поиску инвестиций И для продолжения данного строительства Сегодня Проделана После этого Огромная работа Переведены изменения Виннесены изменения В соответствующие нормативно-правые акты В частности В закон Республики О бюджете Предусмотрены Гарантии на 2018-2019 годы И Виннесены изменения В распоряжении правительства 354 О программе Реконструкции И строительства Возозаводных сооружений Города Якутска Где Предусмотрены Источники Погашения Заемных средств Благодаря чему В декабре 2019-го Мы объявили торги По двум лотам На общую сумму 2 миллиарда 205 миллионов рублей Соответственно Первый лот выиграл ВТБ На миллиард 200 миллионов рублей И мы 25 декабря Подписали кредитные соглашения И соответственно Открыта кредитная линия Благодаря чему Мы Ноябрь-декабрь С подрядчиком Рассчитались В полном объеме По второму лоту Выиграл Евразийский банк Развитие На миллиард 305 миллионов рублей Поэтому Сегодня Также На эту сумму Открыта кредитная линия Примерно получается 2,5 миллиарда рублей Да 2,5 миллиарда Хотя изначально Вроде была сумма Озвучена 2,8 миллиарда То есть Оставшаяся часть Кто будет ее финансировать Оставшаяся часть Это 289 миллионов рублей Это строительство Электролизной Она будет производиться За счет Собственных средств предприятия Предусмотрены В инвестиционной программе Нашего предприятия Гавел Паркопич Ну и вообще Какое оснащение будет В новом объекте Где закупается оборудование Уже закупили Ожидается ли Какое-то может быть Ноу-хау У нас что-то новое Да Предполагает Проект Предполагает Применение Вот Новых технологий Соответственно И требует Потребуется Современное Оборудование Вот поэтому Основное оборудование Это импортное оборудование В частности Основные Заборные Насосы Шведской Фирмы Швейцария Германия Италия Австрия И Дания Примерно Где-то 300% Удалось Нам Заменить Аналогами Российские Потому что К сожалению У нас в России Такого Надежного И Оборудование Отвечающей Требованием Технологии Не производится Вот это Все Импортное Оборудование Само собой Соответствует Стандартам И оно Надежное Скорее всего На каком этапе Конечно Находится Сейчас Строительство У нас Сегодня По Заборному Ковшу Примерно 90% По Станцию Насосной Станции Первого Подъема 70% По Станции Водоочистки Примерно 68% И Здание Реагентного Хозяйства Примерно 50% Сегодня Идут На объекте Работает Примерно 50 человек Идет Монтаж Основного Технологического Оборудования Установка В ноябре Декабре Были Завершены Тепловые Контуры Зданий Соответственно Было Подано Тепло Ну и С этого Момента Подряд Приступил К Монтажу Ну Строительно Монтажных Работ Отделочных И Вот Установка Оборудования По Станции Первого Подъема Сязь идет Там Возведение Металлоконструкций Ну и К концу Этого Месяца Также Будет Закрыт Тепловой Контур Ну Также Прошла Информация Что Мерзлота Препятствует Как раз таки Работе Зем Снаряда Да После Открытия Затона Ковша На перемычке Возникли Действительно Такие Проблемы Вот Поэтому Принято Решение Престановить Данную Работу И Вот Сейчас На сегодня Идет Мерзлота Реприятие По Замораживанию Ну и Путем После Ничего Будет Выемка Грунта Но на данный момент Есть какие-то проблемы Нет Пока Все технические Решения Приняты В соответствии С обновленным Графиком Там Сейчас Производится Работа А вот Ожидается ли Увеличение Либо может быть Наоборот Сокращение Штата Сотрудников Когда Введут В действие Новый водозабор Возможно Новое Оборудование Будет Автоматизированным Как здесь Да Процесс Сам по себе Предусматривает Автоматизацию Тем не менее Там Появляются Новые Объекты Как Электролизные Как Реагентное Хозяйство Поэтому Предусматривается Увеличение Штатной Численности Персонала Сегодня Мы Занимаемся Планированием Ну Уже На стадии Завершения По подготовке Кадров Поэтому 48 Примерных Человек Пройдут Теоретическое Обучение Ну и Соответственно При пуске Наладков Пройдет Практически Стажировку На объекте А вот Подготовка Кадров Это все Те же Работники Которые Сейчас Работают Или Будут Привлекаться Абсолютно Новые Работники В основном Будут Привлекаться Те кадры Которые Работают Из числа Наших Сотрудников Ну Если Где-то Не хватит Может быть Там Со стороны Дополнительно Наберем Ну и Конечно же Интересует Вопрос Мощности Водозабора Есть Какой-то Запас Насколько Лет Планируется Вообще Вперед Потому что Сейчас Строительство И в Якутске И в Республике И в России Развивается Достаточно Активно И не получится Лет Через 10-15 Грубо говоря Мощности Не хватит Ну Мощность Объектов Предусмотрена С учетом Дальнейшего Развития Города Это 110 тысяч Кубительских Метров В сутки Сегодня Город В среднем Потребляет От 65 До 70 Тысяч Кубительских Ну Вот Новогодние Праздники Максимум Было 77 Тысяч Поэтому Мощность Станции Достаточно Достаточно Для Перспективного Развития Города Это самое главное В ближайшие 20 лет Мы надеемся Что Она Будет Отвечать Вот Сейчас Нас смотрят Граждане Наверняка Их Интересует Вопрос Изменения Тарифов Для потребителей Как это Вообще Скажется И от чего Будет зависеть Сумма Увеличения Тарифов Ну Изменение Тарифов Ежегодно У нас Происходит С 1 Июля Да И в этом Году С 1 Июля 18 Года Произойдет Уже Решение Вышло В прошлом Году На 25 Процентов Но Для Населения Для населения Города Она существенно Не отразится Будет Увеличение В рамках Индекса Дефлятора Который ФСТ Доводит До Республики Поэтому Где-то В районе 4% Эта сумма Ежегодно Получается Примерно Составляет 4% Да Это Ежегодное Увеличение Увеличение Нельзя Наверное Не спросить О той ситуации Которая Проходит Вот сейчас В связи с тем Что За окном Мороз Вообще Как это Сказывается На работе Водоканала В целом И сколько Аварий Уже Произошло В январе И Насколько Оперативно Удается Их устранить Ну Аварийные Ситуации Сейчас Предприятие Достаточно Стабильно Работает Новогодние Праздники И вообще Перед Прохождение Отопительного Сезона Все Необходимые Организационные Технические Мероприятия Приняты Новогодние Праздники У нас Произошли Три Нештатных Ситуации По Водопроводным Сетям И Три Нештатных Ситуации По Канализационным Сетям А так Всего Январе Технологические Нарушения Зафиксированы 252 Случая Ну Основное Это у нас В канализационных Наружных Сетях Происходит И канализационных Станциях Основная Причина Это засорение Зажировка Ну Она Как бы Быстро И оперативно Устраняется Вот Поэтому Мы Не допустили Сверхнормативные Перекращения Водоснабжения И водоотведения По городу Якутск Конечно Еще Мы И другим Предприятиям Оказываем Помощь Да Есть Кроме того Ведомственные Сети И канализационные Да Иногда бывает Ну И к нам Обращаются И мы Не отказываем Идем На встречу И помогаем Откачиваем Вот Поэтому Те Случаи Которые Произошли Наледи И так далее В течение Короткого Времени Наледи Образовавшиеся Мы Оперативно Убрали Хватает ли Сотрудников Успевают ли Они Реагируют Либо Может быть Привлекаются В зимний Перед Дополнительные Бригады Нет Мы Справляемся Своими Силами У нас Штатные Упубликтованы Штатными Аварийно Восстановительными Бригадами Необходимой Техникой Вот Поэтому Пока Справляемся Все эти товары Которые Произошли Они Непосредственно Связаны Именно с Холодом Либо это Следствие Самого Процесса По Водоснабжению Это Конечно Температурные Перепады Происходят Разрывы Потому что У нас Магистральные Трубы Проложены Подземно А вот Канализационных Сетях Конечно Здесь От Культуры Населения Также И Зависит Потому что Очень часто Происходит Засорение Большое спасибо Вам за беседу Интервью было Действительно Интересным Дорогие телезрители Я напоминаю Что вы смотрели Актуальное интервью Сегодня у нас в гостях Был генеральный директор Акционерного Общества Водоканал Гаврил Левин И мы сегодня говорили О ходе Стравистой Лизабора Бякутики Оставайтесь Субтитры